Друзья, здравствуйте! 27 июня 2001 год Железов на связи Это значит, что бесконечная серия сотен фильмов продолжается Берем количество Потому что интернет стал огромной помойкой Надо продолжать отстаивать настоящее садоводство Спасать его от тех, кто на этом зарабатывает Морося людям голову И я перевожу практически текст слова Это особая серия фильмов Многим это больше нравится Как случился именно эта статья Она не закончена Это черновик наброс каркас И никогда уже не будет закончена Потому что она не нужна Хотя я очень большую пользу могла принести Говорю высоким слогом Всей стране Почему? Потому что Еще раз говорю Надо спасаться от Тех, кто занимается только одним Выкачиванием денег Но пусть это каркас Тем не менее Если я его озвучу Польза все-таки будет и немалая Вот это у меня каркас Читаем его Достаточно даже того, что уже есть Хотя не до конца наполнено Смыслом Вернее Текстом Колонны и кармики накормят страну? Нет никогда Содержание в ретроспективе Сенсация 20 века Колонны В скобках Саженцы без боковых едвей Завалят страну фруктами Суперурожая Сверхкрупноплодность Морозостойкость Вот Стране больше не нужны Высокоросые деревья С большими урожаями Правда Их и так почти не было А они еще и не нужны Постепенно разочарование Шиш Вместо фруктов На 95% территории России И колонны Постепенно становятся мифом Но деньги выкачиваются Садовый народ Упорно продолжает Покупать палки Дровишки Вместо настоящих саженцев Самое интересное Я потом забуду сказать Чем хорошо перевод Слова текста Я могу что-то добавлять От себя Так вот На планете Нет ни одного Колоновидной Груши Ни одной Колоновидной Сливы Ни одной Колоновидной Абрикоса Ни одного Колоновидного Персика Ни одного Колновидного Ни одной колонновидной вещи, ни одной колонновидной нету, не существует. На ладан дышат существующие колонны яблони. Но продолжаем. Горе специалисты вынуждены перейти в глухую оборону. Мол, отрезайте боковые ветки на кольцо, и будет вам счастье. Началась массовая гибель колонов, и без того инвалидов детства. Для чего Козе Баян? Опять обманули. Увы, железо утверждает колонны, сенцевые, разжижаются и становятся просто яблонями, благодаря половым связям с нормальными сортами. Колонны прибитые, в зависимости от трёх типов подвоев. Сенцевые нет. Представьте себе, карлик должен быть высотой до полутора метров, а сенцевый подвой позволяет выращивать трехэтажные деревья. Трехэтажные в плане человеческих домов в сравнении. Укоренённые палки, клоны нет. У них очень много недостатков. Корневые отводки, да, тут я маленечко, как сказать, тут я маленечко развлекся все эти годы. Но, ещё раз говорю, это план. Как не стать жертвой мошенников и яркой рекламы? Как выращивать хотя бы псевдоколновидные яблони и с ветками, и с урожаем? Всё-таки можно. Берём шире советы по выращиванию карликов и полукарликов в целом, за и против. Фото для фильма о колоннах. Вот. Знаете, где-то 85-й год, может, 87-й. Привстанье на хозяйство. Самый популярный в России журнал. Три миллиона экземпляров. Тиражи. Представляете, сколько их читало? Перечитывало. Наверное, миллионов десять каждый раз. Каждый номер. И вдруг красочная картинка. Вся в этом самом. Всё дерево. Найти бы, нету сил, нету времени. Вот. Найти бы эту фотографию прямо в этом. Может, потом найду ещё. Прямо в журнале. Вот. Какое вред она нанесла. Это ужас. Ужас. Страшный ужас. Вот. Только дай это заинтересовать мошенников. Они вам выдадут. Ну, ладно. Это опять была и отвлёкся. Закупка за рубежами России мёртворождённых саженцев. Нищета последних работников отечественных питомников. Вынужденная халтура для их удешевления. И всё же разорение отечественных подопекованников. Потому что импортные дешёвки побеждают по ценам. Последствия яркой фальшивой рекламы мёртвые сады россиян. Слава скупостью интернет-магазинам. Миллионы детей не имеют фруктов без отравы. Это страшная вещь. Ну, это счастливое исключение. Это мой внук Тимоша. Это второй внук Сеня. Поверьте, это исключение. А не правило. Я обвиняю государственные надзорные органы. Смех и грех. Люди в погонах позируют саженцами-калеками, не ведая, что держат в руках. Понимаете, когда снимали фильм, пригласили инспектора, какой-то там из надзорных органов, и сказали, «Подержите, попозируйте». Мол, у нас всё честно, всё чисто. А на самом деле... А на самом деле прошу заретушировать лица. Это я обращаюсь к тем, кто должен был мне помогать напечатать статью, а потом сделать фильм. Представим себе, приезжают ко мне из надзорных, из надзорных, за сельхозпродукцией органов, научиться отличать дровишки от саженцев. Уже смеётесь? Знаете, почему саженец мне не понравился? Он будет не обрезан при посадке. Он считается нормальным. Там внизу страшная рана. И немножечко-множечко корней. Всё, что делается для простых садоводов, ни для мадридов, ни садов, которые основаны на распятии. Подчёркиваю, на распятии, на бетонных, между бетонными столбами, железобетонными столбами. Это, пожалуйста, попробуйте вырастить, сравниться с импортной дешёвой продукцией. Но садоводам-любителям вот это вот, выращивание на кальковых подвоях, выращенных из палки, должно быть категорически запрещено. Вот его начальниками, если бы они хоть что-то понимали. И тогда я уже пишу. Приезжают ко мне из надзорных, за сельхозпродукт, научиться отличать дровишки от саженцев. Уже смеётесь? Ниже вся королевская рать. Так это было 6-7 лет назад. Это наша дружба с Афроном Антоном Валерьевичем, основателем интернет-издательства «Осадисадцам» и автором многих фильмов о «Во мне любимом» и о моём саде. Вот. Его на Микинине проведёшь. Через несколько лет после этого общения он заложил сад на одном гектаре. То есть у него тоже съехала крыша. Я написал. Взнакомьтесь, один из основателей нашего кружка северного садоводства «Сибиряк» город Новокузнецов Савкродов А.В. Вот. Взнакомьтесь, один из основателей нашего кружка северного садоводства «Сибиряк» Рациентин Денисенко. Вот. Убедительной фотографии не бывает. Садовая элита Савиногорска уникальный случай. Есть маточные сады с сортами мировых стандартов. Безукоризненные по исполнению морозокости привитые саженцы. Безнадёжные попытки продать за приемлемую цену рядом с южно-азиатскими саженцами. Искромнейший доход на уровне выживания выживания на улучшах российских садоводов плодопитомников. Вот смотрите, вот это вот. Я немножко отвлекусь, но с пользой. Это книги бесценные. Их всего экземпляров 200. И погоду в России они не делали, не сделают. Они не нужны ни науке. Вот. Если людям не нужны, они об этом даже не знают. Вот это всё, черешня, сливы, замечательные, яблони, груши, это всё выращено из семечек. Вы не можете в это поверить, причём это было из магазинных семечек, косточек, а потом гигантский труд. Гигантский. И он, имея неофициальное звание, это я первый произнёс, лучший садовод, любитель России. Лучший садовод, любитель России. Вот. Да, были, приезжали к нему и говорили, поделитесь косточками, поделитесь семечками, поделитесь семенками. Мы вам то, мы вам всё, мы вам этот самый, сертификат, мы вам это. Уезжали и с концом. Теперь, Борисович, нет живых. Вот. Что будет дальше с его садом? Я боюсь, что науке это всё по барабану. Семенцы культурных сортов, что вырастет. Это, я продолжаю, это была, как бы, тема, которую надо было расшифровать. Три фактора. Наличие дикого подвоя у родителей семян. Жёсткость зоны произрастания, степень культурности отечания. Чем жёстче, чем севернее, чем страстнее условия жизни, тем больше шансов, что при одних и тех же задатках, вроде бы, один и тот же геном, вот, получаются разные фенотипы. Старинность сорта тоже роль играет. Ну и, наконец, один из моих ярких, к примеру, вот этот здоровенный сад, промышленный сад, который был посажен в виде этих самых полукультурных яблунь. Задичали сразу, и 30 лет они дают вот такую продукцию, то есть сюда не заходит ни один человек, хотя он в открытом степи. И никто ни разу ни одной ягодки не сорвал. Один из провалов, а начиналось с митинга, начиналось с музыки, с оркестра. Сотни детишек, школьников, которые это всё садили под руководством наших современных агрономов и школьных учителей. Это наш уровень. Крестовская Таня, чудо-садовод. Это тоже на выставке её продукция. Вот. Володя Филиппи, волшебник. И вот тут нет его абрикосов, их время отошло. 120 грамм абрикосов. Я самый лучший из них, сам лично я назвал. Поздний Филиппи, он так и войдёт в историю. Так как в своё время вошла в историю названный мной абрикос левицкого, или бай левицкого. Вот. Но ещё раз говорю, это всё полутень. Мы как партизаны, наше место по углам, как мы в тараканы под подмельником сидим. Вот. И обладаю лучшими садами в России. Вот. Ещё один умер. Федоренко, чудо-садовод. Так обидно. Каких людей теряем? Ну, Володя, Филиппи это самое. Ещё жив. Вот. Фамилия у него Тотаров. Зовут его Владимир Александрович. Вот он и Саша Лапин. Представляете, их фотографии настоящие. Настоящих плодов, настоящих садов. Они эти, интернетовские. Вот. Это хозяин сада дублёра. Вот. Лучше любительские. Если считать, что мы как бы профессионалы, да, как бы, всё-таки торгуем саженцами, то чистый любитель, в то же время художник, заслуженный художник Хакасии, вот, Чернобаев, Лёня Дмитриевич. Вот его персики. С моих этих... Вы... Это следующее поколение с моего сада переехало к нему. Видите? Можем, если захотим. Вот. Сергей Железов, мой сын. Посмотрите на это чудо. Посмотрите, банки. Это Сибирь. Вот его работа. Вот его питомник. Вот. Это мой Тимоша. Сколько лет прошло? Сейчас его 10. Догадайтесь сами. Сибирское изобилие, если не ухаживать за саженцами. Вот это вот вишни, которые, к сожалению, к моему огромному, во всей Европе умирают нет, не тысячами, что, какими тысячами, миллионами. Вот так принято. Их полагается осветлить, отрезать все, что растет вниз, внутрь. Это я цитирую этих самых людей, которые не ведут, что творят, повторяя сто лет одно и то же дурь. Вот. А потом ослабленные саженцы начинают умирать. Это я в гостях у Бориса Иосифа Бодлера, когда он был жив. Есть такой крутой обрыв. Я рискую жизнь подобную, знаете, сколько метров. Вот. Это Сергей меня фотографирует. Заодно слил от черешни в желтый драган. Вот. Вот так выглядели старинные сорта. Когда-то это снимок сам немолодой, ему уже лет 6-8. А до этого еще 30 лет раньше мой сосед. Вот мой забор я слева купил этот Лукашевку, посадил. непривитую купил питомники и ожидал это. И с тех пор сейчас прошу, на прошлом году новый хозяин эту участку ее срубил, спилил. А до этого она дала, так хочется сказать, тонны абсолютно несъедобных груш. Никто не сел ни одну. Каждый делал одну попытку, выплюнул и все на этом. А ведь это государственный питомник. Это был тот самый уровень груш. Только когда мы начали привать груши, у нас появились настоящие сладкие груши. Вот Сергей рос под два метра, посмотрите, сколько молодых деревьев было. вот этот год она дала по-моему видят 16, а вообще рекорд 23. А привез я его с этого. А вы говорите, почему я, когда, как бы контраст с колновидками, которые осмотреть страшно. Вот такие должны быть деревья. Молодая груша. Чем она отличается от других груш? Когда ты три груши привил, сорта супер сорт называется нарядная фибра мировой лидер, золотая медаль. И уцелело две мертвые, если не брал ни одного серенка, а те, которые брал и довольно живых. Вот это я сейчас пропускаю. Здесь статья «Всад колновидной яблони». Во-первых, я никогда с такими людьми не приступаю в спор, не пытаюсь доказать свое. Это интересно, кто потом отдельно просчет. Как говорил этот самый почтаран Печкин, помните, мне для общей грамотности скажите, кто такой этот самый адмирал, как он там, пароход. Вот так вот и тут я только прочту последнее. Почему? Потому что это нас с вами касается, северян, для меня север, это все, что южнее, все, что севернее этого самого Северного Кавказа и Кубани. Все остальное для меня север. Итак, видите, побелка деревьев на всю высоту, на всю высоту. Видите, ну как мне, если вот этот замечательный садовод, а я с ним не согласен сто процентов. Вот поэтому это я сейчас заметил случайно. Вот. Но я прошу только вывод. Сегодня самая большая надежда на Новоуральский сибирский сад колновидных яблонь. Пока ни один из них не зарегистрирован. Но селекционеры из Екатеринбурга, Омска, Барнаула утверждаются значительно продвижны в этом направлении. Они уверены, что уже через 10-15 лет наши сады будут не узнать. Так как по выраженности простоте ухода, скороплодности вкуса колонны значительно превосходят обычные сорта, за что должны полюбить многие садоводы. Ну вот тут мне приходится немножко поспорить. Никогда и не через 10-15 лет, а если климат не изменится и у нас не станет как сейчас на юге России, никогда не случится то, что нам пообещали. По вкусу они не превосходят, а уступают обычным сортам. И полюбить их внуки садоводы не смогут, они будут умирать или давать мизерно выражая по принципу 1-3 плодика, ни килограмма, ни ведра. расшифровывая расшифровывая гибриды значит полуколонны. Так, семенные подвой это расшифровка то, о чем надо бы спорить, учитывая, что вот это было сказано до меня. Это как бы опять скелет статьи. Клоны укорененные палки, в этом мое презрение к ним. Корневые отводки это уже получше. Клоновые подвои палки и корневые отводки ранее урожая и первый шаг короткой жизни. Вывод целом отрицательный. Постулат номер 62 железов. Выдающийся урожай колонн не сигнал нормального развития деревьев, а сигнал тревоги впереди короткой жизни или смерти. На всей территории страны за каждой эффективной фотографией за каждой остаются тысячи теней и более мертвых деревьев. Это вот как раз чем нас дурят. Понимаете, меня всегда удивляет, да? Вот на снимок вроде бы настоящий, но посмотрите на дальний план. Где вы видите яблоневый сад? Вот посмотрите сюда. Чистая стопроцентная ложь. Посмотрите сюда. Таких фотографий море. Вот А это вообще скорее всего это видите как десятки сайтов и интернет магазинов просто лепят даже не смотрят. Смотрите видите штамба нет. Это обычная ветка которая свисает у меня таких сотни. Но я это сто раз уже приводил пример а здесь не хватит никакого этого самого здравого нет ни времени ни сил просто поверьте вот эти вот сказки когда люди не видят вот так обрезают еще многие вот так колонна а это обыкновенная ветка висит Валера здравствуй брат Юрий мне пишет двородный брат из Костровской области если сможешь посоветовать что делать с моей колонавидной яблони растет 6-7 лет искупленная базарь саженца странно что он еще жив с первого года подмерзают верхушки и она расставится вширь за счет боковых приростов второй год пытается цвести но цветки какие-то ненормальные все второй год в результате завязи нет хотел бы попробовать хотя бы вкус яблок но их не бывает что мне делать может пора под топор прикладываю фото с тех пор просто ищешь если толку как не было так и нет ну бельон я запрещаю белить но тогда он не знал вот верхушки его замерзают да не замерзает поэтому о колоннах речи нет обыкновенная даже не назову уже полукарлик ты на яблоне вот это фотография рекламная с юга вот это видите как если вы хотите даже вот я бы мог обмануть это мой сын Артем хотел бы вас обмануть я бы боковые ветки бы отрезал тут бы еще может отрезал для компактности и продал вам вот именно как колонну и вы бы проглотили бы тем более что если бы она выжила она бы стала обыкновенной грушиной с вкуснейшими плодами даже бы обижаться бы не стали но вопрос принципиальный смотрите как надо обрезать деревья при пересадке даже имея прекрасные корни большинство корней целого ком земли и тем не менее вот так садить нельзя хотя любой из вас из 101 я посадил сажаю вот так а все остальные 9 про обрезку даже не слышали вот биологическая несовместимость это просто яркий пример когда растет растет плодоносит а когда отваливается окажется что это место сгнило место прививки вот ну еще одно время это популярный был фильм я фотографию сделал прямо с экрана вот мол колонна вот она колонна но для меня это то есть никаких супер рожаев я не вижу это в моем саду была почему надо отрезать балладную из этих двух веток я всегда в недоумении смотрите проходит год смотрите ой какой год видите они зацветают внимание смотрите цветы цветы один из редких примеров когда плодоношение еще на штамбе еще еще подчеркиваю еще на штамбе вот получился урожай и он же был фактически последний плодоношение на вертикальных побегах противоестественной природе дерева плодовое образование на штамбе в жестких условиях недолговечное вот это пример исключения я навсегда отказался я железу от продажи колонн как саженцу хотя мог бы на этом хорошо зарабатывать потому что я боюсь там на том свете меня это первый вопрос чего вы людям голову морочили вопрос ко мне будет а я знаю что загробный мир существует я там был и вот получается что вот это вот еще годится а потом все недолговечно чистые колонны в северной Руси невозможны просто это мой постулат просто-напросто каждый год за короткое лето не успевает вызреть а затем уснуть в верхушечной почке у всех настоящих сортов КВ уходят зиму зелеными и благополучно замерзают отсюда неизбежная обилие боковых веток уничтожающие на корню саму идею обилие боковых веток еще один постулат садовая Русь северная Русь это все то что на карте по линии выше линии Смоленск Брянск Орел Липец Тамбов Саратов Север Казахстан Вся Сибирь весь Дальний Восток в общем 95% территории только России ну это яркий пример это Распопов замечательный садовод как я тут пишу сам великий Распопов садит колонны на Антоновке то есть на культурные сорта это пример реклама из интернета просто пример это молодая колонна у меня вот убедились что настоящая вот проходит время теперь вот так проходит время вот Лариса Москва здравствуйте смотрела видео на сайте Садовый мир осенний обрезок и уже осталось какие дают советы по обрезке деревьев убийственные спасибо консины за его уроки вот видите а здесь я тоже это дерево потом убил потому что видите обратите внимание я брал ветки нет не для того чтобы привать вам посовывать а просто продавал ветки хотите балуйтесь вот вот так Лариса сад садовый мир осенний обрезок деревьев ужас ужас осталось я до сих пор хотя уже эта статья дальше 7 я до сих пор в ужасе вот моя лучшая колонна вот мой мировой рекорд по урожайности по высоте 6 метров вот по качеству плодов почему еще по морозостойкости вот она это на следующий год она умерла вот вот мои колонны я их не формировал по крайней мере верху но по моему огромному сожалению вот то есть вы видите что я не болтун что это колонны но еще несколько лет и они умерли и вот еще мне осталась одна минута ох железо вдвутяже сплошные колонны посмотрите сюда сюда в средней полосе обещается 15 лет подсвечения колонн целлошедшим выражаемым почему именно 15 вот плоды 15 раз подряд плодовое образование 15 лет получается вранье и к сожалению мое время истекло не знаю буду ли я продолжать посмотрю подлая праза вырезаем на кольцо все в общем там начинаются подробности для той же самой огромной статьи о фактической книге вот как нас учат калечить деревья видите вот еще один подлый снимок именно подлый еще сейчас закончится сейчас сам отключится этот самый вот у этой груши нет штамба это тоже висячая ветка простая и в этом они а их наследие не существует они нарисованы вот она вся подлость вот она вся подлость ну все друзья в наше время истекло до следующего свидания просмотр господин Субтитры сделал DimaTorzok